Соревнование как экзамен в парке Патриот прошел турнир по городошному спорту среди инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений Одинцовского района, решивших в числе первых пройти обучение по программе «Городки для дошкольников». Ее презентация состоялась в конце прошлого года в Кубинке. Тогда идею возрождения этой без преувеличения национальной игры поддержали представители 72 детских садов района. Вы знаете, это уникальный вид спорта, помимо того, что богатейшая история, изучая историю городков, можно изучать историю России. Очень много великих людей причастны к игре в «Городки», и вы знаете, их опыт надо ценить, если люди уровня Толстого, Чайковского и великий наш полководец Александр Васильевич Суворов играли в «Городках». Городки, значит, есть что-то в этой игре, значит, есть что-то в ней ценное для развития личности, для поддержания физической формы. Еще несколько месяцев назад участники программы «Городки для дошкольников» даже попасть в поле не могли, а теперь они умеют ловко управляться с городошным инвентарем и метко попадать по фигурам. Свои навыки обучающиеся продемонстрировали в ходе турнира на Кубок Одинцовского района. Они сами получили навыки игры в «Городки», ознакомились с историей городков, получили навыки преподавания не тренировки спортсменов, а именно обучения игре в «Городки». Потому что для дошкольников это от 5 до 7 лет, там несколько свои упрощенные правила, особенности детского организма учитываются, поэтому все эти методические навыки преподавания городков для детишек, они получили. Впрочем, турнир на Кубок Одинцовского района – не первое испытание для дошкольных педагогов. В феврале они успешно провели соревнования «Мама, папа, я – городошная семья». И это только первый шаг к популяризации городков. Преимуществ у этой игры много, в нее можно играть всей семьей на свежем воздухе, да и пользу для здоровья она приносит неоспоримую. Внимательность, сосредоточенность и определенная физическая нагрузка и на плечевой сустав, и руки, и ноги. Ну, достаточно большая группа мышц работает. И самое главное, что это внимательность. Возможно, уже совсем скоро в «Городке» будут играть в каждом Одинцовском детском саду. Для этого, правда, обучение должны пройти инструкторы по физической культуре всех дошкольных учреждений. Кроме того, необходимо будет оборудовать специальные площадки в спортзалах. Первый шаг к реализации намеченного плана сделали уже в финале турнира. Победителям вручили биты, с которыми с легкостью смогут справиться даже малыши.